Вопрос 1. Как и в каком возрасте я пришла к вегетарианству? Вопрос 1. Как и в каком возрасте я пришла к вегетарианству? В детском саду мама говорит, что я вообще практически ничего не ела. Я помню, что она мне давала с собой какие-нибудь бутерброды, яйца давала вареные, потому что в детском саду я отказывалась есть. Я могла там поесть какое-нибудь гороховое пюре, хлебушек пожевать или компоты попить. Все остальное я просто есть не могла. Воспитатели на меня жаловались, пытались меня заставлять насильно есть, особенно мясо, но я отказывалась и ничего они со мной сделать не смогли. Дома родители тоже пытались заставлять меня есть мясо. Там было много скандалов, говорили, из-за стола не выйдешь, пока не съешь. Но я сидела, что делать? Сидела и не ела, в общем, пока все не остынет. В итоге родители теряли терпение, выгоняли меня из-за стола и все, в общем, так я не доедала это мясо, которое меня пытались впихнуть. Хотя, безусловно, когда мне хотелось, я его ела. Такое тоже бывало, иногда мне хотелось. И где-то лет в 12, может быть, я уже точно не помню, я поняла, что все, я не хочу есть мясо, уже пора от него отказываться. Я уже в состоянии отказываться совсем. Я не говорила родителям, что я хочу стать вегетарианкой, я просто говорила, что я не хочу есть мясо. Иногда мне по-прежнему хотелось его поесть, то есть, допустим, где-нибудь на шашлыки мы ехали, и я тогда его ела. Постепенно это происходило все реже и реже, мне просто реже вообще хотелось есть мясо. И где-то лет в 14-15 я полностью отказалась от мяса, я перестала его есть. При этом рыбу я и все еще ела, то есть я еще не стала полностью вегетарианкой. И когда я полностью отказалась от мяса, я уже начала что-то читать про вегетарианство. У меня как раз появился интернет, и я поняла, что рыбы-то тоже живые. Как-то мне до этого не приходило в голову это, что они тоже живые, что они тоже страдают. Я поняла, что отказаться от рыбы тоже нужно. Я от рыбы постепенно тоже где-то в течение года отказалась. То есть в 16 лет приблизительно я стала уже вегетарианкой. Молочные и яйца я все еще ела, но рыбу и мясо уже прекратила есть. То есть, сами понимаете, процесс был очень постепенным и медленным. Я себя не насиловала. Когда мне хотелось, я ела, не хотелось, не ела. Постепенно мясо и рыба стали для меня просто несъедобными. Я не вижу в них еды. Это для меня не продукт питания. Сейчас рыба и мясо для меня просто воняют. Я терпеть не могу этот запах, хотя все равно иногда приходится готовить для мужа. Но сама я это уже давным-давно не ем. При этом от яиц и молочных продуктов я не отказывалась. И я продолжала все это есть до 21 года. В 21 год я родила первого ребенка и я стала испытывать отвращение к яйцам. То есть мне стал противен их запах, вкус. Я просто не могу сейчас есть яйца в чистом виде. Поэтому от яиц я тоже отказалась и готовить с ними перестала. Но молочные продукты остались в моем рационе. Хотя я посматриваю в сторону веганства, ну потому что это логично. Не эксплуатировать животных, когда есть возможность их не эксплуатировать. То есть я понимаю, что если бы я, например, оказалась на необитаемом острове где-нибудь, или там, грубо говоря, как блокада Ленинграда была, есть нечего, я бы ела все. Там, попадите мне кошка, я бы ее съела просто ради выживания. Но сейчас, когда у нас изобилие любой еды растительной, мы можем поддерживать свое здоровье совершенно спокойно растительной едой. Нет никакой нужды питаться животными, яйцами и молоком. То есть фактически это только ради удовольствия. И я это понимаю, потому что молочные продукты мне все еще нравятся. И я их употребляю только ради удовольствия. Но постепенно стараюсь их есть все меньше и меньше. И переходить на веганство потихоньку. Я считаю так, что если резко отказаться от чего-то, включая мясо, рыбу, яйца или молоко, то потом последует срыв. Нужно прийти к этому осознанно. Нужно осознать, что тебе это уже не нужно, и ты можешь без этого обходиться. И постепенно отказаться, чтобы просто перестать нуждаться в этом. Ну вот такая у меня незамысловатая история. То есть получается, что где-то уже 11 лет приблизительно я вегетарианка. Следующий вопрос. Расскажите о своем питании во время беременности. Я практически не меняла свой рацион во время беременности. И питалась практически так же, как и в обычное время. Единственное, что во время первой беременности я практически полностью исключила из своего рациона соль. Ничего не солила. Потому что прочитала, что это может предотвратить отеки. Ну и вообще без соли жить полезнее. В общем, питалась пресной едой. И на самом деле, вы знаете, это было вкусно. То есть сначала это было непривычно, и многое казалось таким пресным и невкусным. Но постепенно без соли вкусы начали проявляться ярче. И отеков у меня никаких не было, действительно. Хотя на самом деле и во вторую беременность у меня отеков тоже не было. Но я уже ела соль в то время. За первую беременность я набрала всего 8 килограммов. Вот за вторую беременность набрала 9,5. Ну то есть видите, да, что соль не сильно повлияла. Потому что во вторую беременность я соль употребляла, а в первую нет. А так мое питание не отличалось от питания в обычное время. То есть вот как сейчас я питаюсь, можете посмотреть в моих влогах некоторых, так же я и питалась во время беременности. Много разных овощей, фруктов. Ну максимальное разнообразие. Бобовые, крупы, молочные продукты, орехи. Ну всяких орехов я всегда много ела. Семечки, иногда грибы. Ну то есть мой рацион был максимально разнообразным. И в общем-то ничего такого. Порции я тоже не увеличивала во время беременности. То есть питалась как обычно. Ну может быть чуть-чуть больше. Иногда говорят, что питаться нужно за двоих. Нет, это не так. Не надо питаться за двоих. Потому что ребенок у вас совсем крохотный. Ему много не нужно. Ему нужно совсем чуть-чуть больше, чем когда вы в обычном состоянии. Если вы будете питаться за двоих, вас просто разнесет. Поэтому не стоит этого делать. Питайтесь чуть-чуть больше, чем обычно. Еще один вопрос мне задали. По-моему, довольно забавный. Всегда ли у меня были такие яркие и чистые глаза? Или это от вегетарианства? Вот. Приятно, да. Комплимент такой. Мне, конечно, хотелось бы сказать, что это от вегетарианства. Но нет, такие глаза у меня от природы. Они у меня такие были и до вегетарианства. И вопрос от этого же подписчика. Повлияло ли вегетарианство как-то на мое здоровье? То есть в положительную или отрицательную сторону? Знаете, это довольно интимный вопрос. Я как-то вот раньше не хотела об этом рассказывать. Потому что вегетарианство повлияло положительно на меня. Но в такой довольно интимной сфере. В сфере пищеварения. С детства я мучилась запорами. По несколько дней. Бывало по неделе. Вот у меня максимум неделя была запора. Очень неприятное состояние. Так вот, после перехода на вегетарианство запоры прекратились полностью. Их больше нет. То есть где-то до 13-14 лет, с самого детства, я вот этой проблемой мучилась. Для меня было просто мучение, извините, сходить в туалет. В большом. Вот так. Извините за подробности, но может быть кому-то это будет полезно. Ну вот. Больше никаких других изменений я не заметила. В отрицательную сторону никаких изменений тоже нет. Вот только вот это влияние на пищеварение. Вот на сегодня сеанс вопросов и ответов окончен. Я надеюсь, вам было интересно. Рассказывайте в комментариях свои истории, как вы стали вегетарианцами, в каком возрасте. Мне интересно будет почитать. Все. Пока-пока.